Неон ВД-163 представляет фильм «Ёмкость для воды». В фильме принимали участие... Не, он не принимал участие. Сварочная маска «Спец». У которой отодрал наклейки. Но которая хорошо работает. Безотказно. Единственное, не работает в помещениях темных. А так работает просто супер. Классно. Единственное, вот эта вот храповая, короче... Защёлка не очень. Ну, нормально всё. По комфорту не очень. Болгарка «Прогресс» 120... А, нет, это 150 диаметр круга. Китайская дешёвая рулетка пятиметровая. Кстати, уже сколько я работаю в ней? Уже, наверное, года два. Я думал, она на месяц. Да нет, работала нормально. И работает ещё. Вот так выглядит. То есть, в Алиэкспресс купил когда-то, давно-давно. До сих пор ещё дышит. Так же и маркеры я там покупаю в Алиэкспресс. Они там дешевле гораздо. И такие более-менее. Видите, китайский. Штрих-код 693 это Китай. Нормальные маркеры. Ну и в главной роли будет сниматься аппарат спец ПН-163. Не, спец 160 ПН-3. Вот он. Красавчик. Так, чё по нему. Я вам рассказал, да, напугал вас. Короче, аппарат плохой. Да, действительно, он, короче, плохо варит электроды ОНИ. Ну как плохо, он их варит. Просто надо дугу удлинять, короче. А новичок, специалисту даже сложно будет варить на длинной дуге, короче, шов налаживать у ОНИ. Поэтому у ОНИ он, конечно, не очень варит. Но зато есть у нас электроды рутиловые. Зачем нам ОНИ? Такие, как ОК-46, МР-3, всякие. Поэтому, в принципе, мы дома-то такими рутилом-то в основном и варим. Мы-то не варим у ОНИ. Вот. Сегодня я его испытаю, как он у нас в быту. Нормально, не нормально. То есть, буду варить ёмкость под воду. Именно вот этим вот аппаратом посмотрим, справится он или нет. Я думаю, справится. Никуда он не денется. Вот защита от прилипания электрода тут точно срабатывает. Вот это вот единственное, что у меня тут точно написано. Напряжение, стабильная работа от низкого напряжения я не знаю, не проверял. А так, то что антизалипание есть, тут это по-любовому. Так, ну ладно. Пойдём размечать и делать ёмкость. Погодка как раз такая, чтобы испытать и сварку, и маску. На улице где-то минус 2, минус 3, вот так примерно. Хотя в инструкции написано, что работать можно сваркой только плюс 10, если будем варить при минус температуре. Так, разметку сделал. То есть дно у нас будет вот таким. Две боковушки у нас будут вот такими. И остальные две боковушки у нас будут вот такими. Здесь у нас сварные швы там мешают. Когда-то показывал, может кому-то что-то электроды испытывал. Ну, поилка будет эта для утей, короче. Поэтому мешать, я думаю, не будет. Разметку сделал. Пилим. Техника безопасности. Очки обязательно. Поехали. Пирог на куста. Пирог на куста. вот такие большие болгарки мне не нравится тем что диски стачиваются быстро или может это сами диски такие не знаю я чё дело я вот вот уже все он углубиться уже не может такой диск я его снимаю и использую его в дальнейшем на болгарке 125 понятно да то есть на 150 подшли подточил на 125 ставлю и дотачу его до конца конечно это нельзя делать потому что скорость не соответствует на дисках но приходится так ну вот уже выпиленные детали пришлось помучиться немного потому что вот она там стояли две вот таких перегородки внутри оказывается правильно это же бак вот теперь начнем аппаратик стоит поставили на него свои кабеля где-то метра 4 плюс где-то метра два с половиной минус сейчас буду прихватками соединять эти детали вот я ее собрал уже до кучи на прихватке пока короче вот так она выглядит обязательно та сторона которая была внутри бака я ее поставил снаружи потому что там была соляра соляра и может она пропитала с ней а животные будут пить нее понимаете вот аппарат пока справляется все нормально поставил ему 100 ампер варит отлично варю электродами ок 46 2 0 3 миллиметра и кстати эти электроды они видите цветом разные я эти электроды подпалил был немножко в термо пенале передержал 2 на 2 часа поставила нет подгорели немного так они вообще такие беленькие вот их надо если вы жарите их короче в термо пенале то их надо примерно минут 40 час вот так примерно не больше потому что они потом такие черные становится соответственно обмазка теряет свое свойство нормально работать короче так ну чё теперь чё сделаю она как будет немножко ржавая вот углы да покажу сейчас я это по зачищаю там где буду производить сварку сваривание детали по зачищаю все и начну варить и покажу как вот этим сварочным аппаратом так расскажу как варить буду учимся вместе я с вами тоже учусь поэтому чтоб там не было никаких комментариев мою сторону поэтому я сразу говорю я учусь вместе с вами так короче ладно вообще мне похер там что пишет ну ладно короче это вот какие дела у нас толщина металла 4 миллиметра то есть шов у нас должен быть примерно 8 миллиметров ширина а 8 миллиметров для электрода тройки это принципе вообще его как бы не водить его разводить не надо потому что 8 мм это очень мало для тройки его разводить не надо просто вот ввести его вот так как бы немножечко так наталкивать металл на друг друга вот так вот и вести а можно просто зажечь и И по мере его сгорания Просто отводить электрод в сторону И вот так вот вести, вести, вести Главное ванну, ванну сварочную Не загонять на вот эти вот края То есть Ну, чтобы сварочная ванна не попадала на край Потому что она сразу же его сплавит Короче, понятно, край И будет не очень, короче, хорошо Держать-то будет, но Если красиво делать, то надо Сварочную ванну ведешь И так старайся, чтобы она не выходила за вот этот вот край Вот Понятно, да? Разводить не надо Ведем просто А сварочную ванну не пускаем за вот этот вот край И тогда у нас шоу будет ровный, четкий Все будет четко Так, ну для начала поставил ток Примерно 90 ампер Чуть-чуть меньше Посмотрим, может даже меньше придется сделать Так, ладно Поехали работать Маска, кстати, тоже себя нормально, комфортно чувствует в мороз Так, ну для начала Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, ну вот я прошел шовчик Один электрод, короче, использовал Вот на 90 амперах на этом аппарате нормально, короче Так, смотрим, что получилось Вот такой вот шовчик Видно, да? Вот Как она варит, эта сварка Которая самая дешевая Самая беспомтовая Вот А отопление и прочее варить не можно смело Вот такие вот красивые швы За края не заходил, как вам говорил, видите? И шов налаживается именно там, где надо И Толщина шва Именно где-то примерно 8 миллиметров Так Ну вот Поехали дальше Сейчас, короче, тогда все заварю Уже покажу Держит ли она воду там или нет Чтоб время не занимать много на видео Вот столько ампер стоит Чтоб вам это видно было Сколько, видите? 90, короче По крутилке По крутилке 90 Чуть-чуть меньше Так, ну все, короче Сваривать закончил Вот так вот получилось Здесь варилось с отрывом Здесь без Почему с отрывом? Потому что току было Немножко много И поэтому, чтобы не прогорало Отрываешь электрод Варишь В общем, вот заварена Наша корыта Поилка наша, короче Все заварено Конечно, в этом сварочном аппарате Спец Нету Ни форсажа дуги Ничего там нет, короче Я не спорю Но считаю, что Именно таким аппаратом Учиться и надо Понимаете? Когда вы таким аппаратом Будете варить каждый день Где дуга немножко прыгает Там как бы Да, там еще что-то Вот Нету Ток не добавляется Там, где ты сам должен регулировать Ток То есть дугой Да, где короче ее сделать Где длиннее Вот Когда ты будешь варить таким аппаратом И потом тебе дадут в руки хороший аппарат Ты будешь хорошим аппаратом делать Просто изумительные вещи Поэтому я считаю Учиться надо Именно на самых дешевых аппаратах Короче Вот Ну, сейчас воды А, кстати, да Вот Животные Для животных же Обязательно вот эти вот края Надо Сейчас шлифовочным диском Обшлифую их Чтобы не было острых вот этих вот краев Иначе могут порезаться Все Сейчас обшлифую Заливаем воду И смотрим Держит Не держит Я считаю Что аппарат справился Со своей задачей Ну Проверим Ну вот Залил воды Здесь вот просто Разлил немножко Все держит Все сухо Все нормально Ну А что бы оно не держало Вот так вот Все заварено Углы Все сухо Здесь В общем аппарат Для дома Классный Зачем переплачивать Зачем переплачивать Видите Все сухо Все классно Ну зачем мне вас обманывать Вот Ручки еще приварил Удобнее Чтобы носить было Вот Вот такой вот аппаратик И болгаркой И болгаркой пилил В нее Прям получилось Так Не сгорело Вроде Посмотрим На сколько ее хватит А так вообще Нормальная сварка Для домашних дел За такие копейки Сколько она стоит Советовать не буду Советовать не буду ее Но скажу так Что Учиться Лучше На такой Потому что Потом Когда попадет тебе в руки Сварка Более Качественная Дуга Будет более качественная Тебе будет легче Варить Поэтому Надо брать Вот такую Для Чтоб учиться Ну а если Ты уже умеешь варить То есть Сварщик Значит В принципе Не надо Переплачивать деньги Купил Сгорело Выкинул Там Через год Например Сгорело Выкинул Купил другое Я к примеру Говорю Ну не знаю Там Каждого Свои дела Проблемы Домашние Там Кто там По финансам Как Я бы конечно Не купил Такую Но Варить Как видите В ней Можно И Даже Нужно Ну все Конец Видео